добрый день всем он сейчас я показывал там как раз у нас это огромная такая клумба цветов и одна женщина регулярно ухаживает там поливает все вот горожанин не может без трудов а из селе там она бы была на своем месте вот а многие сел стремились и стремятся в город если бы в свое время максимально благоустроили села решили вопрос с соцкульт бытом то наверное овального нашествия в города не был вот эти вот москве лимитчики так называемого все города тоже устремились ну вот единственно душно или выход был это так называемые стройки века стройки пятилетки там и народ ехал туда там жилье строилось я в интернет заглядываю и там часто вижу огромные здания брошенные особенно это вот на севере на северо-востоке там целые улицы целые города вот так чукотка посмотреть угольной копии когда-то видимо действующее все было в ухе были огромные деньги и архитектуру смотрят все так вот у нас непритязательно совершенно евро центре не помню вот за все десятилетия проговорил про родное село где дом культуры построили лишь на каком-то году советской власти 75-м году вели в строй соседнем стиле буранное крупное село бывший райцентр тоже где-то вот поздно построили дом культуры бывший церковь ходили мы еще школу школе какой-то был кустовой семинар не семинара кустовой конкурс художественной деятельности и мы там вот выступали помню это церковь бывшие когда я в прошлом году это село посетил вот спасибо там одна служительница провела меня показала я вспомнил как сюда заходил когда еще дом культуры не строили ничего и вот все строили на север и на северо-востоке глухих непроходимых местах а потом все эти дома брошенные целые улицы как-то гнетущее впечатление производит ну понятно села до деревне там судя по стройматериал вот церкви там вот смотришь на видео в интернете судя по солидный как сказать ну впечатляющие объемы масштабы церквей храмов там думаешь ведь это или старые они восстановили или новые построили возможно и то и другое и все ведь уехали и вот дома там заходи и живи но нет вот формации сменился и другие ветры подули ветра перемен ну и невозможно уже стал жить там в центральной россии там целые районы год села там опустили это мы в художественных фильмах смотрели как они там весело проводят селах у пруда село обязательно и в нашем селе такого не было ну чтоб там пруд чтоб там такие условия я вот обратил внимание на то что наш дом культуры какой простенький минимализм буквально в архитектуре и там как-то какой-то вот архитектурный какой-то поиск был у них у авторов и скажем так центральная азия в таджикстане был в городе небольшом и у них там дворец культуры чкаловск город многие уехали конечно и немало осталось и вот там я изнутри посмотрел произвело на меня впечатление сильное и снаружи архитектура и все время сейчас вот когда я вспоминаю и одновременно перед глазами у меня вот в городах татарстан вот взять где камаз всезоюзная стройка была на вам говорят строй больше денег ушло когда-то чем планировали на камаз на горды на камаз строительство там в три раза если да здесь два раза денег больше ушло вот и там виде амбара дворец культуры да как амаз так называемый не могли нормально там архитектуру красивую и вот города то не стремились значит все таки если работы там не было там раньше все сами производили а потом стали закупать все это где-то закупать закупать и видно исчезла что ли потребность производстве тех или иных изделий продуктов питания и прочего 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 но видимо и опал необходимости невыгодно просто логистика советское время как известно вот помню был когда в командировку туда командировки от республиканцев молодежной газет газеты башкорстан там улетал сначала сибай автобусе ехал и сакьяр летел в уфу в райцентр по сути и из райцентра и в казахстане из аркалыка сейчас уже все он потерял в свои статус областного центра летал я в тургай райцентр на самолете вот обратно билет кажется не был на автобусе пилили очень долго по вот этим бескрайним степям полупустыням ну вот и хочется сказать что огромные территории были это государство обеспечивала логистику логистику обеспечивал и потребность исчезла в этих самых производства что не производили тут же угольные копии само за себя горит название на чукотке видно добычи стала дорогая вот том же самым я был в этот сагдийской области и шуроп ездил 10 тысяч с иголочки как говорят построение дома все красиво и там планировка на балкон а там однокомнатная даже квартира что лили как там и 2 даже все с зала выходишь туда на балкон большой из кухни выходишь а у нас тут посмотреть татарстане камаз строили допустим а в городе поражаешься в это время вот в той стороне так называем московская планировка люди двухкомнатной квартире вот если два сына даже видел семьи где сын и дочь а не досталось им трехкомнатные и они на восьмом этаже живут или на девятом двухкомнатной квартире балкона нет нет балкона и вот когда смотришь у кого-то трехкомнатный да там два сына они как-то хитрили из деревни деда кого-то бабушку поселяли родственника процессе получения жилья и таким образом у них трехкомнатная у кого-то не смогли подсуетиться и хотя разнополые дети двухкомнатные но удобств очень мало там например вот брошенных городах возьмите и наверное съездить там тоже изнутри нам планировка шикарная у нас я смотрю у некоторых балкон вообще нету у некоторых там крошечный такой балкончик скворечник так называемый длиной сколько полтора метра до полтора метра балкон есть там такие и прочее а когда-то комсомольск правда так громогласно возвестила миру набер челны этот брежнев потом это город 20 21 века 21 до замахнулись 21 века хотя архитектура оставлял желать лучшего все течет и все изменяется и села к сожалению сейчас тоже продукты стали доступны в торговлю везде базары уже не такую большую роль играет в плане продукции продуктов питания магазинах все есть и теперь уже из города везут село и в магазинах там продают и раньше допустим селе скот держали мясо везли продавали на базар положим сдавали в рестораны и всего хоть худо-бедно питался там молоко был у них сметана масло все а сейчас нет сельчанам не выгодно скот держать все поменялось все смешалось как в доме облонских что ли там написано как у классика здесь все поменялось но не так страшно как вот это перемены как отсутствие или плохая скорость когда перестраивается или вообще отсутствие каких-то как сказать движение какой движухи перестраиваться надо перестраиваться некоторые села которые вблизи городов они конечно даже не то что вот соль и лес взять наш райцентр дорогой любимый и там трудовой это было маленькое село и когда я ехал допустим из села покровка и у нас наше село было больше дальше изобильное через 20 километров где-то больше это трудового трудовой актив там раньше мертвецовку называли потому что там когда земляные работы производили видно и начали копать там мертвец здесь этот покойник здесь покойник и назвали мертвецовка потом трудовой актив назвали и дальше ветлянка тоже не маленькое село и самое кажется небольшое это где-то в десяти или километрах от райцентра трудовое был трудовой актив колхоз а сейчас он разросся потому что вблизи города люди на работу куда-то есть и там работа тоже неважно не больно и были вот совхоз и колхоз миллионер в прошлом году я был всего григорьев к там я помню когда в газете поработал немного и татарка была яга фарова и она была селькором я думал думать куда там татары а сейчас узнаю что косовую и сейчас достаточно много татар это казацкая станица очень много татар там наряду с русскими а может и не русская может уже обрусевшие украинцы кто его знает вот всякое бывает нашем селе вот они же мар 2 украинцы приехали фамилии сплошь русских фамилий крайне мало а мы всех считали русским потому что а вот там у нас бойко и бойкины были и бойко вот юрченко малько крупный потом загоре потом были касьяненко и касьян и правда касьян это был молдаванин а касьяненко украинец и много-много у нас и у нас там никого не удивишь вот никого не дышит а потом когда куда-то едешь все поражаются о наказ татарин там или какой-то национальности а в нашем селе это как у пушкина смешение лиц там что-то состояние что-то я вот как привел эпиграфом к своей книге про родину потому что и истории изначально 1880 году когда сила создавалась по решению сверху как властей может быть даже в петербурге подписали а может быть губернатор оренбургский подписал разные там площадь огромное специально чтобы улучшать укреплять развивать связи с центральной азии с казахстаном специально там как раз торговля шла миновая все ближе 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 и вот наше село сыграло значительную роль я просто поражаюсь за 40 лет на пустом месте у нас тут хвалится вот где стройка века там дома а там купеческие дома и до сих пор в них живут и у планировку удивительной просто восхищает и они много зданий сохранились еще хотя еще больше свое время разобрали и видно фирмы для скота из них что ли строили потому что я маленький был помню бегали в клуб бывший церковь и на дороге там стояли два амбара и бегали магазин хозяйственный и он потом уже дошло что до меня что это до советской власти построена и другие магазины очень много осталось от советской власти за 40 лет каких-то всего лишь надо же далее гладко свежего воздуха условия создали и все ломанулись и поехали люди там делать бизнес и дома понастроили город деревянные хорошие качественные и их потом советской власти использовала я помню ходил я в библиотеку это купеческий был дом его сейчас нет в клуб ходили бывший церковь и такие дома старинные тоже люди там жили а где не был купцов на нашем краю допустим татарском часть была большая часть землянки землянки были просто обыкновенные развалюхи человек как только семьей съезжал оттуда некуда было податься просто куда съезжал и тут же за месяц-два и землянка с землей сравнивалось не по только потому что напор такой наш сильный был мы этих сельских ребят там играть мы любили на разваленных там все саман саман и солнце все в дожди ветер всю свою работу разрушительную выполняли а потому что при советской власти или потом вот бедные жили там приезжали они не могли подняться они всю жизнь мыкали горе и на тебе нужду нужде жили и при советской власти бабушек вспоминаю они вдовы вдовы участников войны очень много было и одинокие бабушки были пенсии такая нищенская хорошо никита сергеевич подсуетился пенсию стал колхозникам давать а при сталине вид как бы не хвалили кто там только определенные слои там потом только рабочим стали давать а при нем ведь колхозникам не давали пенсию это вот я детство саламбале читал забыл автора и там у деда значит там после в империалистическую войну ногу ногу потерял у него была деревянная там что такое костыль не костыль и что такое ему там торжественно какой-то местный чиновник от советской власти город дед мы тебе значит пенсию назначим хороший тебе протез делаем да боже мой ходили все деревянными я помню если у нас были в силе у них протезы простые простые не бог весть какие и пенсии нищенской и все скрывали и стеснялись и возможно просто радовались что хотя бы как у татар говорят чай шикар на чай и сахар хотя бы хватало и они жили одни питались из рук он плохо и пенсии как-то чуть-чуть давала им как сказать дохнуть немного свободней и все лах вот школе помню это начать хотел из этого у нас селе у всех вши обнаружили и потом хотя вроде бани это были но бани это топили опять-таки наших краях углем баню не затопишь дрова редкость деревья мало росли тогда сейчас вот там много-много на том берегу нашей реки и лека и с этой стороны деревья и а раньше скот скота было много и там овец было собственных костом и телята и коровы и может они все прежде выгладывали что ли поэтому скорее всего так и было а сейчас там много а тогда лесов не было практически и для бани только дрова держали все а так уголь покупали 11 рублей обыкновенный уголь с копейками 19 рублей антрацит или какой там смысле какой-то брикет брикет вне центра брикеты уголь покупали вот и банька видимо не каждую неделю могли топить у нас и семья большая и поэтому вынуждены были как-то куда деваться совхозная баня была почему-то видно не ходили что ли туда и я не скажу не по карману дети наверно просто не ходили взрослых ходили одеть в школе учились как раз у них и вот в школе это эпидемия пошла как ни странно да об этом не писали не разрешали писать это как я был в районке на практике в селе вот отношусь села недалеко там скот вот погода была жаркой как вот вот этой весной что ли весна очень жаркой было и взяли скот мучается у них там как шерсть отросла за зиму и взяли овец там тысячи овец десятки тысяч овец постригли наголо а потом резко похолодало град пошел морозы ударили и вот эти овцы очень многие у нас обычно про скот подох и говорят а сейчас уже звучит грубо это пойдешь скота в общем был огромный и не давали об этом писать у него не в районной газете нигде все скрывали у нас я помню я даже на практике что ли был и от в университете на живых отключился на практике потом скирда какая там сыгорела от искры от комбайна я хотел написать а наш этот партор мой учитель физики такой принципиальный прям где не надо а тут значит готов был к смелечь лишь бы в районке не напечатали да обратно правком не побоялся партком игр пиши не бойся скрывали правда эти бравурные марши по телевизору программы время вот или там новостях вот даже про бровкина наверное смотрели фильмы где-то вот говорят какой-то целинный совхоз искать и там ударно там зерно зовет и вот государств только ты еще в свое время два юмориста украинских штепсель тарапунька он же им же потом прилетела за то что пошутили что вот ведро вешаю там на или ставлю возле радиоприемника там столько-то надоели молока сколько надо и молока какой надоели в силе еще как-то перебивались и скот держали большие семьи как у нас две-три коровы малые семьи одну корову а старушки не могли корову держать потому что сено надо заготавливать дед не давали еще и в райцентре помню у меня сестра двоюродный получается на было завмагом молочным не поверите это очень блатная должность была потому что сметана тогда дефицит утром в токар кто успел тут усил утром кто обратился в магазин получил сметаны но сметана пятики не сельская городская когда я в энгельсе учился на киномеханики на каникулах отпустили нас я приехал и привез бабушки тети нори и царство небесное привез сметану баночку она готова так это же масло ложка стоит тогда ей достал еще масло город мама еще вам масло передала она вообще до речи потеряла она рассказывала что во время войны тяжело было что соль даже в дефиците было и там они видно какой-то маслозавод что ли был и там соль что ли употреблялась видим чтобы масло не пропало и вот они эту брали втихаря или как там разрешалось им вот этот от масла что там когда масло делают вот это остается же сразу не вспомнишь даже вот эта жидкость она соленая и вот и употребляли соли не было просто и все это же не наш райзу родной соли леска где полно соли соли много интересного просто не смысле того чтобы вот так вот это было вот это так было а с одной стороны чисто личном плане тех кто выросли в селах интересно порассуждать диву даешься думаешь надо же нам трубили по телевизор одно как все здорово скрывали от народа в кино это все не показывали а с другой стороны анализ надо делать просто анализ и как сказать эпохи той сейчас вот к сожалению идет разделение у нас вот на черные белые социальных сетях одни вот стоят смертным боем готов биться это уже преувеличение просто ради красного словца вот стоят принципиально в то время было здорово сейчас плохо а другие например социальных сетях есть группы когда они все все плохое дескать то было оно не было оно было лоскутным одеялом были плюсы были минусы социальном плане конечно люди которые не приспособлены то они социальном плане жили может быть как-то получше а вот эти ушлы которые предприимчивые им немножко хотелки то по обрезала государства в образе баха баха сс и прочей прочей там торговли где-то работать и их по контролировали чтобы аппетиты не слишком у них росли потому что считалось что вот из-за них мол все это из-за них мол дескать вот и народ рукоплескал хотя народ это попивал хорошо в нашем селе вот я рвань центре услышал про покровку покровка пьяницы говорили а что у нас какие там куда человек деньца в кино сходит черно-белые телевизор черно-белые там хоккей смотреть невозможно снег там как бы как это называть все время снегопад там какие радости только алкоголь поэтому строится этого с новостройки помню со среднего края особенно с новостройки на наш татарский рай где принимали посуду везли каждую пятницу субботу мешками привезли в линках этих этих мотоциклов урал лишь там везли пустые бутылки сдавать мешками прямо и может сейчас допустим стоимость бутылки и водки как не придает значения тогда это была валюта насилия там любую работу что выполнили тебе там пенсионерка бабка на денежку держит бутылку покупает деньгами расплачивается некрасиво дескать силе как родственники считается как бы хотя многие 10 породнились и в это бутылка надо рассчитываться как главной валютой и стоимость бутылки конечно это рост цены на бутылку водки волновала от мала до велика бабушек всех пенсионерок хотя и не пили отродясь но они переживали когда росла цена водки а там вроде чтоб меньше пили чтоб пили а все как в анекдоте известным таком распространенным значит папа ты будешь меньше пить нет сынок вы будете меньше есть меньше ели просто еще там где выпивали хозяйки и главы семей здесь так можно я наверно завершать буду я просто посмотрю как народ реагирует на эту тему я думаю если будет интерес какой-то замечен с удовольствием продолжу эту тему а так наверное я уже злоупотребляю вашим вниманием вот видите 27 минут спасибо вам все дома